акустические системы урал ничего лишнего только звук всем привет меня зовут андрей с вами компания появится сегодняшний раз обзор будет посвящен активному сабвуферу asd 12 а имеющие собственное название реки он перед вами очень симпатичный кажущийся небольшим за счет с геометрии своего корпуса при этом очень внушительно босящий и хорошо звучащий активный сабву его характеристики вы видите на своем экране вкратце расскажу о некоторых особенностях его корпуса и вообще его устройство ну начнем конечно с корпуса корпус сделан из мдф причем внутри есть несколько ребер жесткости которые обеспечивают его высокую надежность и высокую жесткость корпус очень глухой звук достаточно глухой которая обеспечивается именно такой овальная форма он покрыт карпетом черного цвета сверху вышивка очень симпатичное название урал саунт и название серии ред херики корпус фазоинверторный порт диаметром от нас 5 миллиметров динамик стоит здесь очень тяжелый 12-дюймовый диффузор из шубированной целлюлозы достаточно хорошим ходом и все компоненты в этом сабве подыграет подобранная очень оптимально для того чтобы обеспечить хороший глаз динамик закрыт вот такой вот декоративной решеткой имеющий скажем так 5 лопастей центре первый логотип фронтальная часть сделано под торгом что тоже добавляет эстетики этому сабвуферу на задней стенке расположен усилитель мощности которые имеют различные способы коммутации но об этом я расскажу чуть позже когда можно перейдем непосредственно к мутации в целом этот сабвуфер обладает очень хорошим басом при этом его стоимость очень и очень невысока среди всех активных сабвуферов при этом эстетичный внешний вид даже сказал необычный внешний вид выделяет его среди всех активных сабвуферов ну и конечно вы будете очень довольны когда вы поставите в машину получится не очень хороший красивый бас но сейчас я вам скажу как его скоммутировать в автомобиле для этого этот сабвуфер имеет все необходимое уже своем комплекте комплект для коммутации состоит из силового провода на котором уже расположен держатель и предохранитель с одной стороны кольцевая клемма непосредственно включения к аккумулятору минусовой провод также с одной стороны снабжен левый провод ремонт для подключения к выходу ремонта магнитоле который позволит этот сабвуфер включить при включении межблочный кабель который позволяет снять сигнал с главного устройства на активный сабвуфер если у главного устройства нет линейного выхода либо это штатное главное устройство его можно подключить по входу высокого уровня для этого здесь идет разъем который просто правильно динамиком его подключает также в комплекте идет несколько стяжек которые позволяют эстетично положить провода термоусадочная трубка которая тоже позволяет провода за изолитывать запасной предохранитель два винтика которые крепят выносной регулятор уровня этого сабвуфера ну и кабель который включает на 100 регулятор уровня непосредственно поселить его активного сам начнем с коммутации коммутационная схема представлена в инструкции она очень подробно очень наглядно там как бы все понятно для того чтобы показать коммутации такой элементарный китайский это будет вполне достаточно всего лишь крутить несколько гаек ну начнем с того что мы будем выключать по питанию для этого нам понадобится плюсовой провод соответственно минусовой как правило активный саб располагается в багажнике где есть некоторые винты которые коммутируются непосредственно с кузовом автомобиля поэтому минусовой кабель здесь не очень длинный что нам чего нам вполне достаточно то есть мы находим где-то винт в кузове автомобиля который соединен непосредственно самим корпусом автомобиля где хорошая масса прикручиваем точно эту клемму и минусовой провод ну соответственно зачистив его предварительно коммутируем с минусовой клеммой нашего встроенного усилителя это несложно там простым ножом и снимаем изоляцию чуть-чуть его таким образом скручиваем ну и соответственно вот у нас идет граунд это масса затягиваем с помощью вот этого тулса ничего сложного затянули скоммутировали с минусом все нормально дальше значит при протяжке плюсового кабеля через салон автомобиля мы стараемся избегать контактов самого провода с кузовом автомобиля где это невозможно вставляем резиновые кембрики резиновые уплотнители для того чтобы просто изоляция не повредилась коммутируем плюсовой клемме автомобиля аккумуляторной батареи автомобиля соответственно клемма у нас уже здесь поставлена также здесь установлен предохранитель который этот провод защищает здесь некоторая особенность я бы расстояние сделали с запасом хотя не совсем это по правилам по правилам конечно предохранитель располагать не далее чем 15 сантиметров от аккумуляторной клеммы ну здесь это сделано для того чтобы сделать этот кабель более универсально принципе при желании можно укоротить переставить клемму сделать его поближе накинуть на плюсовую клемму аккумулятора желательно предохранитель вынуть или не накидывая непосредственно клемму протянуть его через салон дотянуть до сабвуфера соответственно зачистить подключить на плюс 12 вольт таким образом мы обеспечиваем питание активного саба дальше нам нужно снять на него подключить ремонт сразу оговорюсь значит если у вас штатная система и вам неохота возиться с протяжкой ремонта то конструктивно усилитель в этом сабвуфере исполнен таким образом что он включится по приходу сигнала либо на линейку либо на вход высокого уровня то есть ремонт на самом деле можно даже не подключать если вы подключите к штатной магнитоле непосредственно через вход высокоуровневый вход параллельно допустим задним динамикам длина кабель их это позволяет сделать то сабвуфер будет включаться тогда когда будет приходить сюда сигнал при подключении главному устройству имеющему линейные выходы вы еще используете межблочный кабель который также идет комплекте при его прокладки желательно развести по разным сторонам автомобиля межблочник и силовые провода в принципе даже если какие-то наводки возникнут сабвуфер их не воспроизведет но все равно звук будет более чистым более качественным если вы эти провода разнесете по разным частям автомобиля если невозможно допустить пересечения силовыми проводами то лучше пусть это будет непосредственно под прямым углом пусть они пересекаются прямым углом в таком случае никаких наводок на кабеле не будет провода достаточно неплохой заизолированный имеет экранировку нормальную поэтому внешних помех защищен дальше по желанию я думаю даже не то что по желанию а для больших возможностей настроек лучше поставить вносной регулятор уровня громкости этого собой он как правило где-то монтируется на передней панели в районе магнитоле удобно в районе магнитола либо в любом другом удобном доступном месте коммутируется вот этим кабелем который идет комплекте как бы ничего здесь сложного нету достаточно просто его протяжки особых требований нету тянуть можно где угодно избегать только там каких-то сильных может быть заломов повреждения при протяжке но не критично изоляция достаточно мягкая вниз до для ремонта вот она непосредственно здесь таким образом вставляем коммутируем ну при возможности при необходимости заизолировали термоусадкой какие-то дополнительные соединения стянули хомутами стяжками будем считать что сабвуфер у нас в автомобиле установлен настройка переходим к настройке как правило все настройки на минимум здесь и минимум уровня и частоту среза тоже на минимум включаем систему проверяем работоспособность все индикаторы загораются то есть если нет горит лампочка power зеленым не загорается протект все нормально скоммутировано все работает дальше мы ну ставим ту композицию которая нам больше нравится и выставляем тот уровень громкости на котором мы как правило привыкли систему слушать повседневе после этого переходим уже непосредственно к настройкам сабвуфера прибавляя уровень на усилители и выставляя частоту среза на слух добиваемся наиболее комфортного баса который вам больше нравится на том уровне громкости на котором вы чаще слушаете систему при этом контроль уровня у нас остается на минимуме то есть всегда можно добавить последствия уровень если вдруг захочется немножко привалить вот сабвуфер очень неплохо играет повторюсь дает хороший бас даже седана нормально прокачивает у нас на сайте есть видео я набираю все результаты очень неплохие при таком соотношении цена-качество казаки просто великолепно ну в принципе наверно все конечно не в машине мы его коммутировали на весу все но я думаю что все доходчиво объяснил схема коммутации достаточно подробно все просто надежно и мощно акустические системы урал ничего лишнего только звук